Кто его толкает на этот бой, кто организовывает этот бой, на них можно вообще возбуждать уголовные дела. Бой пройдет через полгода. Ни Харкон Промоушенс, ни Федерация Бокса, ни спортивная медицина не допустят выход спортсменов в таком состоянии на бой. Саша уже две недели находится в реабилитационном спортивном центре в Екатеринбурге. Разве можно под такой машиной, как Дацик, который физически силен, который может ударить? На какой секунде первого раунда он будет наглухо вырублен, Александр, да, и сможет ли он отклиматься после этого нокаута? Всем ассалам алейкум, добрый день. Ребята, хотел бы поделиться вам с вами впечатлением, своим мнением от увиденного. Я не увидел в этом человеке спортсмена, который может противостоять Дацику. Я увидел в этом человеке, я увидел больного человека, который нуждается в медицинской помощи. Кто его толкает на этот бой, кто организовывает этот бой, на них можно вообще возбуждать уголовные дела. Потому что этот бой несет угрозу его здоровью. Если он к этому бою будет в таком же состоянии, то не за его здоровье, уже переживаю. Вообще за любого спортсмена, не именно за него, а за любого человека. Разве можно под такую машину, как Дацик, который физически силен, который может ударить этого больного человека, Александра, я вижу в нем больного человека, которого нельзя. И это преступление. Эти люди должны понимать, которые организуют этот бой, что это уголовно наказуемо. Если повлечет травму, кое-какие травмы. Вообще там разве нет медиков, которые в медицинские заключения разве... Разве спортсмены должен проходить физиспансер, получать медподтверждение, что он может выступать. Ну, посмотрим, ближе к бою видно будет. Если он будет в таком же состоянии, ненадлежащем, то этот бой я лично категорически против, чтобы его организовывали. Потому что только кровожадный человек может желать, чтобы этот бой произошел. Потому что единственное, что интерес может быть в день, на какой секунде первого раунда он будет наглухо вырублен. Александр, да. И сможет он отклиматься после этого нокаута. Все, это я высказал свое мнение личности. Всем ассаламу алейкум, всем благ. Друзья, всем привет. Отвлеку вас буквально на одну минуту, чтобы рассказать о сайте АПХ. АПХ это увлекательные игры, где вы можете не только приятно провести время, но и приумножить свой счет. В разных игровых режимах. Я же, например, люблю играть в краж. Тут указываю ставку и сумму. Ставлю тысячу рублей. Нажимаю играть. И жду шкалы с коэффициентом до двух. Либо нажимаю досрочно. Вот он, выигрыш, друзья. Заходите, играйте. И выигрывайте. И сейчас я закажу вывод. Теперь на АПХ можно получить 50 рублей за репост. Выполни простые условия и бонус твой. А также крути рулетку раз в 15 минут и получай до одного слитка совершенно бесплатно. У АПХ есть группа ВКонтакте, где более 800 тысяч подписчиков. Тут же вы можете увидеть кучу положительных отзывов, которые доказывают то, что сайт работает честно. Поэтому ныряйте по ссылке в закрепленном комментарии. Там вас ждет бонус для нового клиента. И играйте на АПХ вместе со мной. Сегодня с самого утра все спортивные СМИ обсуждают самое ожидаемое противостояние в мире бокса в России. Это бой датской Емельяненко. Точнее то, в каких кондициях Саша Емельяненко появился на интервью, которое записывал, к слову, две недели назад. Я вижу уже комментарии Смаилова, не знаю, Маги или его брата, многих спортивных журналистов о том, что это преступление в таком состоянии. Господа, будьте более компетентны в вашем деле. Бой пройдет через полгода. Ни Харкон Промоушенс, ни Федерация Бокса, ни спортивная медицина не допустят выход спортсменов в таком состоянии на бой. Саша уже две недели находится в реабилитационном спортивном центре в Екатеринбурге, где начал свою подготовку к бою. В контракте у Саши прописано то, что все время до проведения поединка он должен и будет находиться там. Не разводите смуту, дождитесь пресс-конференции даться к Емельяненко, которая пройдет уже через несколько недель, где вы сможете спокойно задать все свои вопросы и мне, и Александру. Всем хорошего дня.